Сегодня в главном зале Эстонской национальной библиотеки состоится встреча с участником уникальной космической экспедиции на Международную космическую станцию и главным героем фильма «Год на орбите» Михаилом Корниенко. Мы же приветствуем его в нашей студии. Доброе утро! Доброе утро! Рады вас видеть в Таллине. И первый вопрос, хочется задать, что на вас надето? Это мой тренировочный костюм. Собственно, есть такая традиция не только у русских, но и у американских, у астронавтов идти на съемки, на какие-то публичные встречи в тренировочном костюме. Мы знаем, что в Советском Союзе каждый мальчик хотел стать космонавтом. Это вот такая мечта. И у вас эта мечта сбылась. Вы тоже с детства хотели стать космонавтом. Или это вышло как-то, можно сказать, случайно? Нет, это не случайно вышло. Вы правы совершенно. Я именно с детства хотел стать космонавтом. Потому что, во-первых, отец у меня служил в группе поиска и спасения. Он вертолетчик был, который встречал первых космонавтов. Терешкова, он встречал Титова. И он привозил с поиска куски парашютной ткани. Такие вот они оранжевые. Это для меня такой был, как фетиш, талисман. Вот я их до сих пор храню, эти кусочки. И, конечно, когда начал себя осознавать, вот как личность, там, 4-5 лет, это была эпоха освоения космоса. Вот вы правы совершенно. Все и мальчишки, и девчонки хотели стать космонавтом. Я не исключение. Но вы уж космос освоили по полной. Ваше самое долгое пребывание на орбите в 2015-2016 годах составляло 340 суток. То есть это почти год. Невероятно просто. Нет, вы знаете, тут нужно быть справедливым. До меня на станции МИР летал Валерий Поляков. Он летал 420 с чем-то суток. Я точно не помню. Но мы не говорим о том, что это рекорд. Но, тем не менее, это огромный срок. Как пролетает это время? Оно не пролетает, оно тянется, как резина. Вы знаете, вот 1 к 5. Наверное, это субъективные ощущения такие, но было достаточно сложно. Ну, а сложно в каком плане? То есть, на мой взгляд, можно разделить, наверное, это, как выдержать это психологически, быть на станции, быть в пространстве, из которого фактически невозможно выйти. И другой момент, это бытовое. Давайте начнем с простого, наверное, с бытового. Насколько сложно себя обслуживать в условиях невесомости? Есть, например? Нет, вы знаете, в бытовом плане человек достаточно быстро ко всему привыкает. Тем более, у меня был опыт первого полета полугодового, 176 суток. Поэтому бытовые сложности меня не пугали. Вот первый аспект вы совершенно правильно задали. Психологически это, конечно, сложно. Я даже не могу описать вот это чувство. Это даже не ностальгия, когда ты уехал из своей родной деревни или города куда-то в другую страну. Это целиком оторванность от земли. То есть нету деревьев, нету реки, нету леса. И это очень остро чувствуешь, вот эту штуку. Как часто вы могли с помощью современных средств связи связаться с землей? Была ли возможность там со своими родственниками поговорить? Да. Насколько часто? Каждый день. То есть есть такая штука, как IP-телефония на станции. То есть от обыкновенной телефона я могу пойти к себе в каюту и позвонить домой родным и близким. На мобильный телефон обычный, да? На мобильный, вот мог бы вам позвонить, да, если бы знал на тот момент ваши телефоны. В любую страну мира. И, конечно, это большая психологическая разгрузка. Кроме того, есть почта-мейл, есть возможность видеосвязи по субботам, воскресеньям с семьей, то есть непосредственно face-to-face, да? Ну, получается, что раньше космонавтам было намного сложнее, потому что это все вот такие вот достижения уже современности. Ну, сколько там, 20 лет назад такое могло появиться? Безусловно, на мире вот такого не было. Чтобы повстречать семью, эта семья ехала в ЦУП повидаться с семьей, и там организовывали видеоканал, да? Вот, но это все сложно, и только раз в неделю. Ну, уникальность вашего опыта заключается еще и в том, что вы выходили в открытый космос. Вот здесь тоже, на мой взгляд, очень сложный психологический момент, потому что человек... Открывается люк, и человек должен шагнуть в бездну, и под ним 400 километров. Ничего. Абсолютной пустоты. Как это преодолевается? Ну, как вы хорошо тему знаете. 400 километров орбиты станции. Совершенно правильно. Ну, как я уже говорил, первый опыт у меня был в первый полет выхода в открытый космос. Ну, я не буду жеманить, конечно, это страшно, это... Это очень сложно физически, потому что скафандр, он жесткий, и семь часов работать за бортом, это как вот семь часов в спортзале, потому что каждое движение с трудом. То есть тут несколько компонентов, это психологически сложно, это сложно физически, приходишь, ну, совершенно измотан назад, но тем не менее все космонавты вот выхода ждут, потому что это как бы выйти за борт, да, это как выйти погулять. Вот мне, кстати, насчет страха, мне доводилось как раз противоположную историю слышать, что, дескать, прыгнуть в воду с 6-метровой вышки страшнее, чем выйти в космос, потому что тут ты видишь, вот 6 метров и вроде бы высоко, а 400 километров это какая-то такая эфемерная величина. Абстрахная? Ну, это пустота все. Нет, это чисто субъективное, наверное, восприятие, у каждого они разные. Вот страшно, вы знаете, не высоты страшно, которая 400 километров, а страшно, во-первых, сделать что-то не так, и ты уже понимаешь, что шутки закончились, это не лаборатория гидроневесомости. И если ты не будешь соблюдать правила безопасности, то есть два карабина на поручнях, то ты от станции отойдешь, и там уже спасения нету, не будет. То есть это критично, поэтому следишь за safety rules, вот эти обязательно, в обязательном порядке, вот это страшно. Ну, кажется, что в космонавты берут людей, ну, можно сказать, суперлюдей, потому что наверняка они должны быть очень стрессоустойчивы, с хорошей устойчивой психикой, плюс физически выносливые. То есть какие испытания вам приходится преодолевать, какие тренировки вы делаете для того, чтобы доказать свою пригодность вот к такой службе? Я постараюсь кратенько, потому что рассказывать можно бесконечно. Самое интересное? Самое интересное, ну, наверное, сурдокамера, вот о психологической устойчивости, это небольшое помещение, которое обшито железом, никаких излучений, сверху вагонка, ковечка, и общаясь с внешним миром только посредством световых сигналов. Там психологи за бортом сидят, и всю неделю, которую ты там находишься, из них 72 часа НРД, так называемые, непрерывные, рабочая деятельность. То есть двое суток не спать, плюс два дня вот так вот. И вот по факту прохождения вот этой сурдокамеры, там народ списывали, потому что начинаются уже глюки у кого-то на вторые сутки не спавшие. Это постоянно снимают энцефалограмму, это постоянные тесты психологические. И в конце это начинает раздражать уже безумно. Я не знаю, с какой целью. Может быть, специально, чтобы вывести человека, психологи там всякие разные задачи ставят, которые потом уже сильно не нравятся, которые надо выполнять, но сильно не нравятся. И вот неделю там нужно в этой сурдокамере пробыть. Ну, я уже не говорю о таких тренировках, как выживание, это зимние, это летние, это пустыни, это море, это много всего, это полеты на самолете, это прыжки с парашютом, когда во время свободного падения нужно вот тут вот решить какую-то математическую задачу, диктовать на дитаполе. Придется прийти к вам на встречу сегодня, чтобы действительно услышать полноценный рассказ об этом. Биллся, просим. А мы уж понимаем, что трус не играет в хоккей, а слабаков не берут в космонавта, это точно. Это точно. Михаил Корененко был у нас в гостях. Спасибо, очень приятно было. Спасибо, что пришли. Спасибо.